Сейчас закрываем дверь, сделаем немножечко синий, да, а то и розовый цвет напрямую. Всем здорова, с вами Эдвин. Всем здорова, с вами Батюк. И вы, наверное, любимая Геймица. Сегодня мы будем распаковывать две лампы от компании Philips. В общем, эти лампы могут светиться разными цветами. И, кстати, их не плюс, они управляются с телефона. Вот. А Philips производит, короче, такие вот гаджеты, как умный дом. Умный дом – это можно управлять всякими гаджетами с телефона. Давайте сейчас откроем, посмотрим, что там у нас внутри. Тут можно устанавливать приложение на, получается, App Store и Play Market. О, открывается красота. У Philips есть много чего интересного. Вот это новинка, две новые лампы. Их в России не было. Это мы делали через фирму под заказ. О, они такие маленькие, смотри. Я вообще, когда смотрел на сайте, я думал, что эти лампы, они, ну, такие здоровые должны быть. Длинные, да? Длинные, здоровые, да. А тут они такие длинные лампочки. Ну, наверное, да, светят они мощно. Так, сейчас светят они по-рубому мощно, потому что меняют цвета. А Эдвин борется тем временем со скотчем. А если у меня с тобой битва сегодня? Битва Эдвина и скотча. Так, в общем, здесь запаковано настолько все мощненько. Мощненько, мощненько. Ну, это, кстати, хорошо, когда отличная упаковка, ничего не болтается, все на месте. Так, здесь есть вот такая вот подставочка. Сейчас мы попробуем это все дело собрать. Какие-то две подставки. Потом есть блок. То ли блок питания, то ли зарядка. Есть вот такая вот розетка. В общем, несколько вариантов подключения есть. И тут что-то еще интересное. Так, все, тут больше ничего нету. Тут есть еще двухсторонний скотч. Так, мы сейчас попробуем это все дело подключить. Берем, конечно же, вот такой вот адаптер. И здесь идет наша российская розетка. В чем фишка? То, что, например, в Европе они используют вот такие вот вещи. Еще какие-то форматы есть. Но наша российская тема, это идет вот такая вот. Сейчас мы подключаем это. Все, защелкнули. Вот такой вот адаптер. У меня также адаптер есть? Ну, конечно, для комплектации. Смотри. Вот такая вот, ребята, лампа. В общем, она небольшая. Смотрите, вот, примерно чуть больше моей руки. Здесь она идет прорезиненная. Такой приятный пластик. Так, тут у нас идет какой-то... Так, что-то такое у нас вообще? Так, здесь как-то подключается только вот. А, понятно, смотрите. А, адаптера нету получается, понял. Ты там не нашел его? Нету вообще ничего? Получается, смотрите, вот эти лампы идут в комплекте по две штуки. И здесь адаптер один. А я смотрю здесь, для чего вот эти дополнительные отверстия ведут. Получается, вот эту лампу еще подключаешь к одному адаптеру. Что? Они две подключаются. Видишь? Тут вообще можно три лампы сразу подрубить. Вот. Три вот такие вот лампочки. И у нас идут еще стойки. Сейчас мы поставим это все дело на стойки. И попробуем включить в розетку. И посмотрим, как они будут свететь. Заморочу, конечно, разбирать вот эти вот вещи. Но ничего тут не поделать. Придется разобрать. Да. Сейчас разберем. И, конечно же, подключим. Давайте попробуем еще здесь посмотреть. Тут есть вот такие вот стойки. Так. Они вкручиваются. Кусак? Куда вкручиваются? Вот так, фотокарты. Сейчас. Вот он. Видишь? Тут, короче, есть пакетик и маленький болт. Можно прийти. Давай сейчас откроем. Маленький болтик. Тут есть, наверное, несколько вариантов, как это все дело скрутить. Можно сделать вот такую вот подставочку. И она будет, например, на стене. Вот. Короче, есть плоская, которую можно вот так вот прикрепить к стенке. Тоже классная вещь. А есть, например, вот такая вот подставка. С этой подставочкой мы уже можем это все дело... Нет, это вот так вот, походу. Посмотри, это так. А, это вот так. Это, смотри. Вот ставить. Видишь? Это ставить. А это ложить. Понял? Ставить, ложить. Угу. Вот. А мы как эти поставим? Вот так? Так, да? Нам же вверх. Здесь в стойку они не получаются, да? Да. Здесь провод просто мешается. Выходит. Ну, в принципе, можно, но он лопается. Если получится, да. Да, лопается. Короче, это вот так. Мы делаем стойку. Сейчас. Тут есть специальное приспособление, с помощью которого можно это все дело прикрутить. Филипс, Филипс подеспокоились за это дело. А также у меня есть двухсторонний скотч, и потому что вы все это дело... Вот сюда двухсторонний скотч делаете, крепите, и можно, например, к стене это все дело прилепить. Вот здесь крепление, вот такое вот крепление вы просто сюда заталкиваете, и это дело закручиваете. Вот так. И получается такая штука, что можно ее вот так вот поставить. Вот. Только почему вот эти ножки черные, вот это я не пойму. Если лампа белая, в принципе, и все должно быть белое. Можно, например, вот так вот к стенке прибить. А также есть еще одна вещь. Здесь, как вы видите, вот она. Проем. Можно, например, сделать вот так. И это все дело уже вот прилепить к стене таким образом. Будет вот так, например. В общем, как удобно. Два варианта. Самых ходовых. А теперь давайте попробуем это все дело включить и посмотреть, что у нас получится. Мощненько, мощненько вообще. Просто отлично, да, светит. Ну, а ну-ка, поставь это так. Классные, блин, лампы. Только прикол в том, что я думаю, нужно же положить их, чтобы они вот так светили. Ну, в целом, нормально. Ну, если, например, взять и сделать вот сюда посветление, ты загороди. А, за собой, да? Ну, их что-то не очень хорошо, конечно, видно, но... Сейчас вы знаете, что? Мы попробуем это все дело установить на телефон. Дайте коробочку. Надо будет, короче, с этими лампами сконнектиться и попробовать поэкспериментировать, чтобы эти лампы поменяли цвета. И также, может быть, там можно прибавлять, убавлять. Сейчас я посмотрю, есть или нету. Так. А, также нам, кстати, нужно от Филипса вот такую вот вещь, забыл распаковать, открой. На телефон скачал приложение Хьюи, потом включил вот эту систему, и в первый раз у меня не сконнектилось. Долго мы тут сидели, думали, в чем проблема. В итоге, оказывается, вам нужно просто перезапустить приложение и также вытащить из розетки питания и перезапустить вот этот гаджет. Сначала загорается первая лампочка синяя, потом то, что есть интернет, а потом есть глобус, значит, потом коннектится, и вы начинаете это все дело подключать. Вот он находит, вы соглашаетесь, просит вас нажать на кнопочку на вот этом гаджете. Вы нажимаете, и дальше апдейт. Идет обновление программы. Обновление прошло. Теперь мне показывает, что мне нужно включить вот эти лампы. Я это сделал. Делаем next. Все, короче, я наконец-то нашел, где это все дело происходит. Здесь есть система управления. Теперь давайте мы попробуем порегулировать. И, например, делаем красный цвет. Идет? Да, розовый точнее. Вот подойди поближе, что ли, или как-то можно показать это, я не знаю, на себя направь. Вот. Делаем, например, розовый. И сейчас потихонечку будем менять, например, цвета. Зеленый цвет. Просто белый, синего цвета, какие-то фиолетовые. Нет, не снизу, а спереди вот на тебя светит. Типа, не в упор, Эбин. Чуть подальше делаем. Как будто лампы установлены. Чуть подальше. Подальше от себя. Да. Одну кверху делай, им покажи. Одну на себя. Вот только от камеры. Чуть ниже, чтобы. От камеры ниже. Чтобы камера не светила. Короче, тут много цветов есть. Сейчас есть, например, тут еще несколько вариантов. Какой-то релакс. Вот давай, знаешь, что? Наверное, надо посветить куда-то на белый цвет. Посвети-ка в ту сторону, на стену. Одну сделай повыше, а одну не будет так. Да. Чуть подальше, чтобы рассеяние было. Одна пускай стоит. Другая подальше. Да, стена просто. Видишь, контролирует. Вот сейчас посмотрим, как это получится. Вот это идет релакс. Это идет арктик. Есть еще какие-то вот варианты. Много всяких вариантов. Смотри, у меня одна лапочка была розовая, другая синяя. Да? Да. Обе. Тропики. Вот сейчас они разные. О, классно. Разных цветов идут? Да, вот ты сейчас одну включил, вот такую вот. А другую вот такой вот. Видишь? Ну, в лампе это не видно. Может быть, на... Покажи, наверное. Так, немножко мою еще, блинь. Не могу. Нет, так тоже идет. Только на стене это можно показать. Вот. Вот, как вы видите, например, да? Ну, я вам видел, вот это. Разделить цвета просто. Ты делаешь это. Вот, раздельно. Да, вот так. И чуть подальше, чтобы рассеянное было. А, можешь выключить свет? Угу. Сейчас мы основной свет выключим. Может быть, он просто сбивает. Еще у нас лампы подключены. Выключил лампы тоже много. Наверху. Выключай. Вот. Не споткнись только там. Вот. Короче говоря, вот эта подсветка, она работает только если вы выключаете весь свет. Не дергай, держи. Ровненько все, и не перемешивайте все так. Сейчас вот поменяю, посмотрим, например. Делай, вот смотри. Видишь, вот в одну точку бьет, неправильно бьет. Надо вот как-то вот контролировать этот процесс. Эти лампы нужно выставить правильно. Угу. Держи, вот. Чтобы стена была красивая. Тут, если будете вот так вот в упор, конечно, будет точка. Это ни о чем. Ты вот прям лови вот эту подсветку. Видишь, какая красивая стена стоит? Вот. Вот. Не, не, близко слишком делаешь. Ну, или поближе чуть-чуть, давай попробуем. Если вот точки, круги начинаются, неправильно. Ты должен сделать так, чтобы она рассеялась. А сливалась и при этом разно стало? Да. Вот. А, вот. Просто красиво, чтобы было, и все. Общая гладкая красивая стена получается. Вот. Сейчас я маленечко вот так вот сделаю. И посмотрите, как это все дело выглядит. Еще попробуем какие-то. Вот это ярко, конечно, тема. Есть такая штука. Есть вот такая. Это тоже контролирует. Видишь, что ярко слишком. Мощной вариант. Вот это красивый цвет, да, идет. И вот еще. И тут еще можно, кстати, его, видишь, контролировать. Больше, меньше делать. А, одна больше, другая вещь, да? Да. Например, если выбираем вот этот цвет, Арктик. Держи, не дергай, держи лампу. То можно, например, этот Арктик прибавить, вот. Можно чуть сбавить. В общем, ну, много тут вариантов есть. Вот сейчас просто поиграем с цветом. Например, две лампы у меня здесь установлены. Одну лампу мы делаем зеленой. Горит зеленой? Да. Второй делаем красной. Розовая получается. Розовая, да. Ну, тут есть. Еще хватит красной. Ну, контролируем. Стены контролируем. Не перемешивай. Вот зеленая. Вот, и вот красная. Вот красная. Не перемешивай, держи каждую за себя. Потом можно, например, перемешать. Вот это будет синий цвет. Это будет... Так, я не знаю, какие это цвета даже. В общем, зеленая, еще какая-то... Вариантов, конечно, тут очень много. В общем, можете здесь экспериментировать, сколько вам влезет. Пробуем. Сохранять, да, эти варианты. Вот, допустим, вот так, да, держи сейчас. Ямкость скрывается, как субботок. Вот это максимальная яркость, например, в тропике. И ты должен воду заловеть. Ну, давай, например, вот делаем, вот если ты сидишь, аккуратненько провода, аккуратно. Зай, да, допустим. Ну, что-то тепло. Вот, давай я немножко сделаю. Можно засунуть туда, внутрь. Нет, их нельзя, чтобы они вот так вот в упорах были. Они должны быть... Да, понял. И они должны быть на белой стене, я бы сказал. Мне о чем-то нравится. Да, да. А так мы будем сидеть и так. Ну-ка. Можно делать, например, вот с этой стороны и это для подсвечения. Ну, с этой. В общем, ребята, вариантов просто море. Что тут можно сделать, вот. Держись сюда. Е-е-е-е-е. В общем, такие лампы. Как вам эта движуха? Скажите, вот как? Нравится вам? Миланочка говорит, что это классно. Да. Как это все дело будет устанавливаться, мы будем еще изучать. Но то, что эти лампочки, они легкие. Можешь включить, Миланчка, сверху? Так. В итоге что? Легкие, удобные лампы, которые можно контролировать вот таким вот образом. Просто перемещаете лампу куда вам надо. Так же есть какие-то готовые варианты. И все. Здесь цветовая гамма просто вот очень много. Для этого вам понадобится набор вот этих ламп. Вам понадобится вот такая вот штука. Philips Huey. Это надо подключить к интернету. И в принципе все. И там в этом приложении очень много возможностей. Только я сейчас попробую найти, чтобы там был перевод на русский. Так как там все на английском. Ну, знаете как, там очень много всего. Типа, во сколько вы придете домой, лампочки включатся. Во сколько их, ну, по времени можно заряжать. Всякие приколюхи можно. Но я думаю, что это все нам нафиг не нужно. Наша основная задача, это мы поставим во время эфира. Будет красивая подсветочка Ольвина в комнате. И в принципе Эдвин может, например, там прибавить, убавить яркость. А также поменять какой-то цвет. Вот для этого мы будем их использовать. Также они не греются. Вот они обычные. Столько времени работают, а при этом они остаются холодными. Не пожароопасные, удобные, легкие, приятные. Легкость, почему говорю я? Потому что вы можете даже вот с помощью вот этого скотча, двухстороннего, прилепили. Да, просто к стене сделали, например, где-то все. И можете уже контролировать свет. Короче, Филипсу лайк по-любому. Распект. Так что вы подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки и пишите в комментах у кого такие же подсветки. Пока. Смотрите, как можно контролировать цвета. Вы вот ставите эти лампы и можете регулировать. Вот сейчас Миланочка регулировку делает с телефона. Сейчас закрываем дверь. Сделай, Миланочка, синее. Да, вот и розовый цвет, например. Если у вас стены чисто белые, то они начинают светиться. Пускай пока так остается. Подожди, не трогай. Вот стоят вот такие маленькие простые лампочки. У Эдвина, например, идет эфир. И посмотрите, как красиво... Миланочка, не избавляй. Показать надо. Вот здесь, может быть, сейчас не передастся в темноте это все дело. Но все-таки в прямом эфире вот сидит Эдвин. Один край розовый, другой синий. Вот сейчас, Миланочка, давай, меняй цвета. Например, синий поменяй на зеленый. Вот, поменяли мы на зеленый цвет. А теперь розовый поменяй на какой-то. Розовый, белый, белый, какой-то такой, да? Да. В общем, можете менять любые оттенки. Можете, в общем, баловаться с этим делом. Конечно, я все время буду... Да? Ты все время будешь баловаться? Да. Ну все, какие цвета тут есть, давай, Милано, контролируй. Ставим вон там и меняй цвета, и посмотрим. Белый? Да. Это вот чисто белый цвет. Нет, это желтый. Желтый? Вот белый. А, вот белый, да. Сейчас подальше стану, чтобы видно было. Это белый, это оранжевый. Вот это желтый. Сделай все розовое. Все розовое. Да, или все синий, или все розовое. Ну, например, вот такое, да. Нет, так. Вот, синего цвета, тоже классно. Подожди, не переключай. Вот я покажу. Вот видите, в эфире это все дело смотрится прикольно. Отличная тема. Теперь я как можно покажу синий. Оранжевый получается, да? А это просто чисто белый цвет. Это освещение цветового получается. У этого здесь еще есть сам компьютер. RGB подсветка здесь. RGB. Все это дело подсвечивает. Как видите, как красиво. Прям космический аппарат. Причем можно тоже регулировать подсветку. Допустим, если красный, вот красный, зеленый. Что там еще. Короче, разные цвета. И можно еще раз включить. Сейчас скажу. В общем, ноготь. Радужную такую тему. Это вообще можно вообще. Короче, у нас здесь вся комната, пара, что-то будет. Ну, еще можно, наверное. Тут, тут, тут. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok